Сегодня необычное служение у нас, четверговое, мы его обычно проводим вечером, но оно необычно потому, что сегодня американский народ празднует особый праздник, к которому мы полностью согласны. И я хотел бы прочитать всем вам историю этого праздника, это чуть-чуть спонтанно, я не хотел этого, но у нас вот в братской комнате зашел разговор, о чем американцы сегодня говорят, кого они благодарят, за что благодарят. И я хотел бы напомнить историю этого праздника, и я думаю, что после этого Рувим или Марк они покажут нам клип, вот что происходило тогда и что происходит сегодня. В 1789 году первый президент Соединенных Штатов Америки Джордж Вашингтон утвердил декларацию о праздновании Дня Благодарения. Он написал, как президент Соединенных Штатов я утверждаю, поскольку это обязанность всех людей признавать проведение всемогущего Бога и повиноваться Его воле, быть благодарным за Его добро и в смирении умолять Его о защите и благополучии. И поскольку обе палаты Конгресса рекомендуют людям США иметь особый день всеобщего благодарения и молитвы, посмотреть и проанализировать и признать с благодарным сердцем множество знаков Божьей заботы, сегодня я рекомендую утвердить четверг, 26 ноября, быть посвященным Днем для людей Соединенных Штатов, в котором они могли бы послужить с благодарностью тому, кто является источником всякого блага, автором добра и благодати, которая есть или которая будет. Прекрасные слова, но сегодня, к сожалению, они забыты. Но я думаю, что мы, одни из немногих, которые сегодня могут сказать Богу спасибо, благодарность выразить за то, что Бог сделал для этой страны, в которую Он нас привел, что Он сделал для каждого из нас, потому что есть-есть, мы в молодости пели «За что хвалу Творцу воздать». И поэтому в смирении и благодарении Богу мы, давайте, склоним наши головы и давайте в коротких молитвах, именно в коротких молитвах скажите благодарность за что-то одно, что Господь вас побуждает сказать. Я приглашаю, особенно братьев, как глав семьи, сказать благодарность Богу за те милости, которые мы ощущаем или имеем от Господа в течение вот этого времени. Аминь. Помолимся. Господи милосердный, Отец Небесный, мы приносим Тебе честь, славу, хвалу и поклонение за то, что Ты Бог спасения нашего, за то, что Ты так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Господи, сегодня, находясь в этой стране, которая в самом деле некогда была богобоязненной, в которой каждое утро, когда праздновался этот праздник, церкви были переполнены людьми, которые благодарили и поклонялись Тебе. Господи, сегодня мы в меньшинстве, но мы хотим Тебе сказать сердечную благодарность, спасибо за любовь и милость Твою, которую Ты явил к нам, за то, что мы знаем Тебя, за то, что Ты открылся нам, за то, что Ты послал Духа Твоего Святого, и сегодня, Господи, Ты дал нам благодарные сердца. Мы благодарим Тебя за благоденствие в этой стране, мы благодарим Тебя за свободу, которую мы имеем, мы благодарим Тебя за все Твои милости больше всего, мы благодарим Тебя за Слово Твое, благодарим Тебя за то, что Ты, Господи, Спаситель наш. Так много щедрот у Тебя для боящихся Тебя, и мы за все эти щедроты Тебя сердечно благодарим, Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил нас, находящихся здесь, и всех наших братьев и сестер, которые нет сегодня с нами. Благослови, Господи, также страну, в которой мы находимся, в которой мы приехали, как пилигримы. Господи, сегодня мы находимся в комфорте и благополучии, не так, как те первые люди, половина которых Ты просто взял к себе после тяжелой и трудной зимы. Господи, сегодня мы испытываем комфорт и благо, и мы благодарим Тебя и за эти блага, потому что многие их не имеют. Господи, мы благодарим Тебя за хлеб насущный, благодарим Тебя, Господи, за одежду, за дома наши, за тепло, за уют, за все, что мы имеем от Тебя, Господи, в этой жизни. И мы просим Тебя, чтобы Ты благословил эту страну и дал ей покаяние, чтобы, Господи, многие могли обратиться к Тебе и познать Тебя, чтобы Ты был прославлен. Мы поклоняемся, мы величим, мы прославляем Тебе, Бога, спасение нашего. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Присядьте, пожалуйста, сейчас на минутку, а после этого мы будем петь общим пением. Я хотел бы, чтобы братья показали нам, как сегодня празднуют в Америке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Аминь! Субтитры Алексею Дубровскому! 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 слова церкви, за все благодарите. Так легко это, знаете, вот произнести, когда ты оглядываешься назад сегодня, заканчивая этот день, мы представляем, что мы уже будем в кругу семьи, друзей, родственников принимать пищу, знаете, вот никакого ущерба. Захотели отдыхнуть, мы пойдем отдыхнем. Захотели поесть, мы пойдем поедим. Захотели одеться, мы открываем гардероб и не знаем, что одеть. Так у нас сегодня, братья и сестры, так у нас сегодня. Действительно, слава Богу! Но здесь нет цены заплаченной. Вот если Господь возьмет это все, вот так отрежет, но на какое-то, может быть, время сможем ли мы от сердца сказать, Господи, благодарю Тебя? Знаете, глубина благодарения оценивается Богом. Есть причина благодарения. И сегодня она из причин благодарения. Это не нами придумано. Мы приехали в страну, где установлен этот день праздника благодарения. И мы приняли эти условия. И мы оценили, что это правильно. Мы согласились с этим. Даже собрание мы принесли на утро, чтобы, знаете, освободить этот день и сделать его действительно днем благодарения. Цена была заплачена за этот праздник. Кто-то прошел таким тяжелым путем. Начало этого праздника было. И родилось у этих людей вот эта мысль, вот эта идея сделать его национальным днем праздником благодарения. А сегодня народ вошел в этот праздник и, знаете, вот переключился на стол, на изобилие, совсем забывая о том, с чего было начало всего этого праздника. Но мы, как дети Господа, не должны жить по принципам этого мира, зная цену заплаченного и зная, за что мы благодарим и кого мы благодарим. Мы действительно Бога благодарим. Бог положил начало этому празднику, потому что Он простил руку свою и сохранил тех людей. И, знаете, влаживая смысл, вот апостол Павел говорит, за все благодарите. Начиная это свое послание, он вторым стихом, он в первой главе, он выразил вот такое слово. Это же послание, первое послание к фессалоникийцам. Первая глава, вторым стихом. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в молитвах моих. Причина благодарения Павла, он говорит, я благодарю Бога за вас. Знаете, вот, когда апостол Павел влаживал свою всю жизнь для того, чтобы возродить, для того, чтобы пронести Евангелие, и которое должно изменить многие-многие-многие жизни во всех народах, он, когда видел этот результат своего служения, он говорит, причина моего благодарения – это вы. Я благодарю Бога за вас, потому что вы в вере стоите. Он, для того, чтобы они были в вере, он перенес очень много трудностей, и скорбей. Я, может быть, дальше коснусь этих моментов, но причина его благодарения, я верю, это было от сердца, это вы, говорит, верующие. За всех вас заплачена цена, цена крови Христовой, и, можно сказать, это его служение. И когда он говорил и учил «за все благодарите», то вот как верующие, читая эти места Писания, как мы сегодня слушаем эти места Писания, у нас рождаются такие, возможно, мысли, размышляя, за что мы будем благодарить Бога? За что я благодарю Бога? И вообще, я благодарю Бога! По справедливости мы должны благодарить Бога! И когда мы, знаете, вот само слово благодарение, оно слово, знаете, вот приятное, оно располагающее слово, когда даже взять его в самом обгодовенном, в семейном, семейной жизни, когда родители делают должное для детей, и дети принимают и говорят, «Мы благодарим вас, папа и мама!» Вам приятно, братья и сестры? Вам приятно? Замечено ваше дело, ваш труд замечен! И Господь также хочет, чтобы мы замечали, что Он делает для нас, и не просто поблагодарили Его за одежду, что Он нас хорошо делал, что нам холодильник вот продуктами заполнил, силы здоровья нам дал. Вот мы поблагодарим Господа! А если коснется что-то другая полоса жизни, сможем ли мы поблагодарить Бога? Вот этот и есть уровень нашего богопознания. Я хочу пообратиться к нескольким примерам, которые оставлены Священным Писанием. Еще хочу сказать на эти слова. Эти слова относятся к тем, кто принял Господа и Существа Христа, и Его знает, кто стал на этот путь и следует за Христом. В этом случае за все благодарите! Знаете, если, допустим, взять жизнь блудного сына и говорить «За все благодари Бога!» Это будет немножко неправильно. Этот человек отвернулся, если возьмем этот пример, он отвернулся от тех условий, которые данны были ему как сыну, и ушел, пренебрег, и потом проводил свою жизнь в этом болоте. И он мог только после обращения к Богу возблагодарить Господа. Эти слова относятся тем, кто знает Бога, кто близок к Нему, кто ищет Господа. Примеры Священного Писания. Я хочу обратиться именно к тем ситуациям, когда люди благодарили Бога. Допустим, если мы возьмем один из примеров книга Иова, «Человек, который знал Бога», первый стих об этом и говорит. «Богобоязнен, удаляющийся от зла, характеристика справедливый, непорочный». Знаете, это было за ним закреплено, как за человеком, живущего среди того народа. И, возможно, люди окружающие так его и знали. Но они не знали его с другой стороны. И, возможно, даже он сам не мог предузнать, что может происходить в его жизни. И когда в Небесном Совете был решался вопрос, Иов ничего не знал. Этот диалог с дьяволом, Бог, который вел, он ничего не знал. Но когда пришла в его жизнь другая полоса, и вдруг одно за одним он стал терять всё, он не сказал, «Я потерял Бога, я потерял благословение, мне не за что благодарить». Он сказал так? Не сказал. Братья и сёстры, я специально читаю такие экстремальные ситуации. Первая глава, это ваше послание, то есть, это ваша, это же книги, Иова, первая глава, с 20 стиха, тогда Иов встал, разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на земли, поклонился, Богу поклонился, и сказал, «Нах, я вышел из чрева матери своей, нах, и возвращусь». Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господа благословенное. Знаете, вот этот момент, цена сказанных слов, заплачена цена, да будет имя Господа благословенное. Вот это Богу нравится, Бог слышал это, и Богу нравится это слово от сердца поклониться и благословить имя Господа. И вторая глава, 10 стих, он говорит так, 10 стих, «Но он сказал ей, ответ он дал, жене своей, близкой для него, ты говоришь, как одна из безумных, неужели добро, мы будем принимать от Бога, а зло не будем принимать, во всем этом не погрешил Иов устами своими». Вот эта ситуация говорит о человеке, который глубоко любил, знал, искал Бога и ходил пред Ним. Его радовало то, что он имеет благословение, но его не лишило духовного состояния и близости с Богом, когда вдруг Бог все забрал, все забрал и даже тело коснулся. По-человечески мы могли бы оценить это так. Бог лишил его благословения, Бог его проклял. Я думаю, допуская мысль, наверное, бы и мы отвернулись. Мы же тоже люди. Мы очень, Иов не погрешил устами. Знаете, погрешить устами, это гораздо быстрее, легче у человека получается. Он так быстро может произнести свои слова. Знаете, необдуманно Иов этого не сделал. Смотря на эти примеры, мы можем посмотреть еще на другие библейские примеры. Апостол говорит, за все благодарите. Говоря это, он влаживал в эти слова тот смысл, который он пронес через всю свою жизнь, о котором он говорил верующим. Вот давайте мы возьмем молитву Иисуса Христа. 26 глава. Это эти слова мы каждый месяц здесь читаем. Но почему Иисус Христос произнес эти слова? 26 глава, 26-27 стих написано такое слово. Вечеря Иисус берет хлеб, Иисус благословляет хлеб, преломляет и раздает ученикам своим и говорит, примите сие из тела мое. И взяв чашу, благодарив, подал, сказал, пейте из нее сие из кров моя за многих нового завета, за многих изливаемые во оставление грехов. Если мы сегодня возьмем это место Писания, то мы все прекрасно понимаем, Иисус шел на страдания, Иисус принимал страдания, Иисус согласился с волей Небесного Отца, как апостол говорит, что в этом есть за все благодарить, и в этом есть воля Отца Моего. Скажите, что видел Господь Иисус, когда благодарил за хлеб и как за тело ломимое и за чашу как за вино, как кровь пролитую, за что? Что он видел? За что он благодарил? Почему он принимал этот путь, не только зная, что он исполняет волю Отца, но он добровольно и шел этим путем, что он видел в будущем? Братья и сестры, он не сосредоточился на скорбях. Я допущу себе это говорить. Он видел вас сегодня, он видел множество людей после пришедшего к нему. Он не сосредоточился на моей боли, на моих страданиях, что меня будут бить, мне будет плевать. Он это понимал, это должно произойти, но плод будет они спасенные, прощенные от грехов и освобожденные от грехов. Он видел, вон туда видел, а это переносил, он знал, что ему платить цену надо за свободу других. Знаете, когда мы не платим цену, когда мы ничем не жертвуем за свободу других и говорим, оно мне надо, пусть сам залез, пусть сам и вылазит. Иногда говорим так, иногда оценяем неправильно, что взять апостола Павла, что взять Иисуса Христа, агнец заклонный, знаете, этот агнец, которого положили на жертвенник, не просто его подержать над огнем, не просто острить его, изжечь его волос, а его отпустить, пусть еще раз обрастает. Это агнец, который полностью был сожжен. Мы христиане, мы свою жизнь отдали Господу, мы должны взвесить нашу отданность, мы хорошо делаем, когда мы благодарим, мы правильно делаем, когда мы благодарим Господа. Эти слова, которые говорил апостол Павел церкви учил их. Церкви того времени его жизнь была известна, его путь был открыт для них, они знали, с чем он столкнулся в своей жизни, почему он так их учил, они понимали, с чем это связано. Знаете, я вот, по-моему, год тому назад приобрел здесь книгу у нас в церкви, я думаю, что она у многих у вас есть, я иногда ее так прочитываю, статью за статьей, судьбу за судьбой, прочитываю, книга мученика, вы читаете, нет? Прочитывали, нет? Помните, у нас была церковь, продавали ее? Там собраны все страдания, верующие, которые они переносили. Я обратил внимание на вот такую ситуацию. Люди, которые познавали Бога и принимали Его, они с благодарностью шли на страдания. И практически все иногда ослабевали, некоторые, как бы отступали назад, потому что слабость человеческая всегда действует, она всегда противовес становится. Но потом, укрепляясь в Боге, они шли и шли до конца отдавая свою жизнь. Их сжигали всенародно, объявляли их всенародно еретиками, но Бог оценивал их путь, и многие-многие другие зажигались верою. Они платили цену за свои слова. Бог видел мотив этой жертвы, и Бог любит это, отдано нас полностью. Нам это сегодня, возможно, не грозит. Никто сегодня никого не будет гнать, упрекать. Мы сегодня в мире пришли сюда, мы уже предчувствуем, что у нас будет вечером, мы уже готовимся, и, возможно, вы эту проповедь мою забудете завтра. Но не в этом смысл. Мне бы хотелось обратиться все-таки на нашу ситуацию, на наши отношения и на Господа. Бог видит сердце, с каким мы благодарим его. Я буду вам говорить одно евангельское повествование, библейское, а вы, я думаю, догадаетесь, о ком я говорю. В одной семье было два сына. Эти два сына занимались разным делом. И однажды им пришлось на сердце, люди всегда научные, всегда у них есть сердце благодарить. Им пришло на сердце отблагодарить Бога. И один из них взял от плодов земли, принес к матери и отцу, говорит, мама, я Бога хочу отблагодарить. Хорошо, сынок, делаешь, ты правильно делаешь, благодари Бога. Младший приходит, берет от стада ануса берет, он занимался тогда овцеводством, он всю душу влаживал туда. К отцу матери подносит, я хочу Богу это дать. Правильно, сынок, отдай Богу. И радовались родители, какой мотив у наших детей. Они Богу отдают, чем их Бог благословляет. Я бы обрадовался, братья и сестры. Это всегда приятно, эта инициатива, это сознание, само сознание благодарения, оно приятно. И вот они оба пошли, и когда они приносили один и другой Богу эти слова благодарения, дар благодарности, благодарения, то почему-то Бог одного принимает, а другого не принимает. Господи, почему ты так делаешь? А Бог предупреждает, это еще никакого убийства не происходит. Это Бодио, 4 глава. Бог говорит, у кого не принял, проверь свое сердце. Бог говорил ему Бог-то? Говорил. Проверь свое сердце, потому что у тебя в сердце неправильно, неправда в сердце, у тебя в сердце зло идет, ты бойся его, оно хочет овладеть тобой, но ты бойся его. Он послушал Бога? Нет. И оно настолько сильно завладело им, что он по зависти убивает брата своего. Но у него хороший мотив был. Он хотел отблагодарить Бога за то, что их Бог благословил. Знаете, есть такое местописание, это не голые слова, с которыми мы встречаемся на земле. Уже люди постарше, я иногда интересовался, бабушки моей нету сейчас живых, мама живая, она здесь, кстати, я не буду много говорить, я интересовался особенно их молодостью, особенно трудными моментами, как они их проходили. Мы и не видели их, мы их не ощущали, эти моменты. Но вот эта цена, о которой говорит Аввакум, я думаю, Бог оценена по-другому. Смотрите, Аввакум третья глава. Вот ситуация, он говорит, выражает такое слово, хотя бы не растила смоковница, не было плода на виноградных лозах, маслина изменила, и Нива не дала пищи, хотя бы не стал обез в загоне, и рогатого скота в сойлах, ну как и у Иова прям. И что бы он говорить, я делал, ну и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Что бы сделали мы, если бы пришли к нашему брату, а он говорит, засох мой сад, скот вымер, я работу потерял. Что бы сказали? Брат, у тебя проклятие за жизнь, тебе надо что-то изменить, ты не прав. Мы бы сказали так? Может быть, нет, может быть, подумали, какой несчастный, он, наверное, не знает. А человек, который знает Бога, я, тогда не произнесу ничего, я тогда буду славить моего Господа. Итак, если мы коснемся жизни апостола Павла, то мы найдем там такое место. Слова, о которых он говорил, он говорил взвешенно, он говорил сознательно, он говорил, знал, что говорил. И вот ему, казалось бы, Господь наперед ему предупреждает и говорит, один стих всего читает 20 главы. 20 главы, 23 стих. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы скорби ждут тебя. Представьте себе, верующих уже много, апостол Павел уже церкви, насадил церкви, приходит он в церковь, а ему говорят, Павел, тебя узы ждут, тебя скорби ждут, если пойдешь этим путем, тебя ждут скорби, ты не уйдешь от них. Он знал об этом. Он говорит, я знаю, я знаю об этом. 21 глава этой же книги Деяния апостолов, 13 стих. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Вот это состояние я готов. Вот тогда за все благодарите. Вообще-то благодарить нужно всегда за все. Но будьте готовы, если Господь попустит вам... Пусть Бог сохранит, братья и сестры. Я никому не желаю, но Бог определяет жизнь. Мы не знаем, что как произойдет дальше, но если Бог допустит каждому или кому-то пройти какую-то полосу жизни, никогда не возрапщите, никогда не говорите, за что мне это, почему, почему у другого не так, почему у меня все валится, почему у меня все ломается. Проверить свое сердце и поблагодарить Бога. Итак, братья и сестры, читая эти места Писания, эти слова, мы можем теперь говорить и думать, Господи, за все ли я благодарю Тебя? Посвящен ли я тебе? Могу ли я сказать, что я все принимаю сегодня, как из руки твоей? Я на все готов. Я своей жизнью не дорожу или не буду дорожить. Итак, эти слова, которые сказал Павел в этом же послании, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия. Братья и сестры, воля Божия не изменилась. Господь хочет, чтобы мы Его благодарили за все всегда. Аминь. Будем молиться. Отец наш небесный, мы в церкви сегодня, мы слушаем слово, мы поклоняемся, мы воспеваем Тебя, мы благодарим Тебя действительно, что Ты нас искупил. благодарим Тебя за то Евангелие, которое дошло до нашего слуха, сердца, сознания, что мы отдали Тебе свою жизнь. Господи, благослови сегодня всех нас, всех Твоих детей, которые посвящают Тебе свою жизнь, чтобы мы сегодня смотрели на Тебя, Господи, шли тем путем, который Ты определяешь, и всегда за все благодарили Тебя, Отец и Дух Святой. Аминь. 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 Субтитры 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 Балла Творцу, Аллилуйя, Балла Ему, Аллилуйя, Балла Творцу, Аллилуйя, О, славдей Бог! Балла Творцу, Аллилуйя, Балла Ему, Аллилуйя, Балла Творцу, Аллилуйя, О, славдей Бог! Балла Творцу, Аллилуйя, Балла Творца! Балла Творцу, Аллилуйя, Балла Творца! Минуточку, братья, минуточку. За все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе. Но перед этим я хочу показать вам небольшой слайд. И на основании его, как сюжет, я хотел бы поразмышлять. Пожалуйста, братья. Я буду говорить там слова на английском. Кто не понимает, я просто скажу, что там написано. В хорошее время. И в трудное время. Когда вопросы? И когда есть ответы? В самый первый момент. И в самый последний момент. И во всех обстоятельствах между этими событиями я выбираю быть благодарным. Это посланник Фесселоникийцев. Вы знаете, Владимир Георгиевич уже достаточно объемно сказал. Я просто как бы дополняю все то, что уже сказано. Я выбираю быть благодарным во время благоприятное. Знаете, в жизни, в самом деле, легко быть благодарным тогда, когда... Ну, все хорошо. Когда дети здоровые. Когда ты здоровый. Когда твой муж здоровый. Когда твоя жена здоровая. Когда у тебя на работе все ладится. Когда у тебя рейс там намечается буквально через пару дней. Ты знаешь, что твоя зарплата станет больше. Тогда, когда... А в церкви все хорошо. Когда ты приходишь с радостью сюда. И тебе все милы. И все тебя любят. И ты всех любишь. Знаете, это не так, как вот в той истории, когда мать сыну говорит. Сын, тебе надо в церковь собираться. Он говорит, да что-то я не хочу. Он говорит, но ты обязан идти в эту церковь. Это ж твоя церковь. Он говорит, да, мам, но ты дай мне хотя бы два основания, что мне нужно обязательно в церковь идти. Она говорит, ну, во-первых, ты должен сегодня проповедовать. А во-вторых, ты пастор этой церкви. Знаете, тогда, когда хорошо, все не так, как у этого пастора. Вот. Потому что он говорит, там, и я никого не люблю, и меня никто не любит. Ну, и так, сократил эту историю. А когда все прекрасно. Вы знаете, в самом деле легко сказать Богу спасибо. Очень похожая история произошла в Евангелии от Луки. Евангелист Лука говорит так. После всего, это 10 глава, с 1 по 9 стих. После всего избрал Господь и других 70 учеников, и послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете? Сперва говорите, мир дому всему. Если будет там сын мира, то почьет на нем мир ваш. А если нет, к вам возвратится. В доме что вам оставайтесь, съешьте, пейте, что у них есть, ибо трудящихся достоин награды за труды свои. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им, приблизилось к вам Царствие Божие. Из 17 стиха. Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам об имени Твоем. Он же сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Однако ж не тому радуйтесь, что духи вам повинуетесь, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Быть благодарным Богу во время благоприятное, когда и бесы тебе повинуются, и когда ты что-то не скажешь, что оно все исполняется, потому что Бог тебе дал эту власть. Вы знаете, это хорошее, прекрасное время, когда у тебя хорошее отношение с Господом, у тебя хорошее отношение с братьями и сестрами, у тебя хорошее отношение везде, куда бы ты ни пошел. И, конечно, когда ты приходишь домой, или я прихожу домой, или вы приходите домой, я думаю, это естественно сказать, Господи, спасибо тебе, благодарю тебя от всего сердца, что все у меня прекрасно и хорошо. И подобно тому, как эти 70 учеников возвращаются к Господу и говорят, Господи, бесы повинуются нам об имени Твоем, а Он им говорит, радость ваша, конечно, это мне понятно. Я понимаю, когда человек имеет эту власть, которую многие не имеют, когда ты правильно этой властью пользуешься, когда Бог тебя благословляет в этом, Он говорит, однако не тому радуйтесь, что духи вам повинуютесь, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Дорогие мои братья и сестры, одна из величайших благодарностей в нашем сердце, наверное, в любое время должна быть тому, что имена наши записаны на небесах. Не правда ли, братья и сестры? Это та радость, которую никто у нас отнять не может. Та радость, которую дает нам Бог даже тогда, когда нам трудно или когда мы впадаем в какие-то тяжелые обстоятельства. И когда я знаю, что настанет такой момент, когда я приду, когда я закрою глаза, если я не доживу до второго пришествия, и я их закрою здесь, я открою, и меня встретит Господь Иисус Христос и скажет, я тебя ждал, ты верил, ты получил по своей вере. Прекрасно и приятно благодарить Бога тогда, когда время благоприятное. Но, как мы видели в том сюжете, куча биллов, пас дью и много таких неприятных вещей, которые начинают вдруг наваливаться на нас вот после вот такого благоприятного времени, когда ты провел на солнышке с детьми своими, и вдруг облака появились на небе в твоей жизни. Вдруг вместо облаков появляются тучи, и вдруг вместо этих туч, или из этих туч начинает громыхать гром, и становится все тяжелее и мрачнее, и мрак настолько сильный, что ты даже не видишь впереди на несколько метров, что происходит от тебя. Я подумал, какого героя библейского взять и представить нам сегодня, когда мы размышляем о тяжелом времени. Бытие, 39 глава, 20-21 стих. И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там в темнице. Я пропускаю эту историю, когда он находится в темнице, толкует сны Хлебодару и Виночерпию, и там, когда он знает, что один из них будет перед царем, он говорит, вспомни же меня, вспомни, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня от этого дома, ибо я украден из земли евреев. А также и здесь ничего не сделай, за что бы бросить меня в темницу. Вы знаете, ну, я вот 60 с лишним лет прожил, а это ведь юноша говорит, мальчишка, такая счастливая жизнь у него была, с отцом, не очень братья, может быть, там, но отец все скрашивал, любимый был сын, солнышко светило, и вдруг в один день все поменялось, и его послушание обратилось для него большим-большим горем. Если бы он не стал искать своих братьев, а вернулся домой к своему отцу и сказал, я пошел, ты меня послал, но вот я не нашел их там, куда ты посылал мне, и он, наверное, бы остался со своим отцом. Но он был прилежный мальчишка, он искал своих братьев тщательно, пришел, нашел, увидел, думаю, что обрадовался, потому что долго искал. И вдруг обстоятельства резко меняются. Вместо той радости общения со своими братьями он видит холодные взгляды, он видит даже злобные взгляды. Может быть, где-то его вина была, но думаю, что больше вина была, может быть, отца, потому что он не постарался сделать так, чтобы между братьями было понимание. Иногда наша родительская любовь приводит к тому, что наши дети не очень друг друга принимают, потому что одному мы цветные одежды шьем, а другие остаются в других одеждах. Но это закон мудрости, который Бог дал нам, родителям, чтобы мы были способны воспитывать правильно своих детей. Но говоря об Иосифе, мы знаем эту печальную историю, когда его продали родные братья, когда его, знаете, оболгали. И вот он, молодой человек, находится в этой темнице. И я думаю, что это самое, наверное, тяжелое время в жизни его, когда он не понимает, что с ним происходит. Когда он не понимает, за что он там находится. Он честно все делал. Он старался быть чистым. За свою чистоту он оказался в тюрьме. Дорогие мои, иногда и в нашей жизни бывает, когда ты отстаиваешь какие-то принципы, когда ты думаешь, или даже не думаешь, а точно поступаешь по Евангелию, а вокруг тебя твои друзья или твои знакомые говорят, да ты что, святоша? И начинают смеяться над тобой. Дорогие, сегодня жить свято стало не очень модно. Сегодня называться христианином модно. Но жить свято, по-христиански, уже, знаете, трудно бывает сказать свою позицию в отношении того или иного в жизни христианской. Я думаю, пример Иосифа здесь слушать замечательным примером для нас в том смысле, что он оказался честным, чистым и незапятнанным. И за свою честность, за свою чистоту он оказался в этом тяжелом месте тюрьма. А если еще учесть, что знаешь ты, сознаешь, что ты и там находишься несправедливо, и невольно у тебя возникает вопрос, Господи, так потому, что я так живу, чисто, свято, вот за это я оказался здесь, вот в этой тюрьме. Тяжелое время, не правда ли? Особенно, если учесть, что это молодой человек. И вот, знаете, наверное, его чувства выразились как раз вот в этих словах. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого места, ибо я украден из земли евреем, а также здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу. Я хочу быть благодарным Богу, когда у меня много вопросов, и я не знаю ответа. Вот эта девочка, которая сидела у врача, и наверняка диагноз был не очень хороший для нее, и у нее много-много вопросов. Вы знаете, уже мы слышали сегодня про Иова, у него тоже было много вопросов. Но я хочу прочитать одного пророка, его называют плачущим пророком. Это пророк Иеремия. Он говорит, вспомни, Господи, что над нами свершилось, презри и посмотри на поругание наше. Наследие наше – это плач Иеремии, с 5 глава, с 1 по 22 стих, не все, выборочно. Второй стих. Наследие наше перешло к чужим, да мы наши, киноплеменным, мы сделались сиротами, без отца, матери. Матери наши, как вдовы, воду свою пьем за серебро, дрова наши достаются нам за деньги, нас погоняют в шею, и мы работаем, не имеем отдыха, протягиваем руку к египтянам и кассирианам, чтобы насытиться хлебом. Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. Рабы господствуют над нами, и некому избавить от руки их. С опасностью жизни, отмечав пустыни, достаем хлеб себе. Кожа наша почернела, как печь от жгучего голода. Тринадцатый стих. Юношей берут к жерновам, и отроки падают под ношами дров. Старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего, хороводы наши обратились в сетование, упал венец с головы нашей, горе нам, что мы согрешили. Отсего ты изнываешь сердце наше, отсего померкли глаза наши. Двадцатый стих. Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к Тебе, Господи, мы обратимся, обнови дни наши, как древле. Неужели Ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно? Много вопросов у Иеремии. Если вы почитаете плач Иеремии, вы увидите, как много вопросов у Иеремии, у пророка, которого Бог избрал. Бог говорит, я Тебя избрал от чрева матери. Бог сказал ему, что ты будешь моими устами, ты будешь моим словом, ты будешь выполнять мои повеления, ты будешь низлагать царей и восстанавливать. Вы знаете, такие великие обещания. И если смотреть по-человечески, то все эти обещания, они в конечном итоге оказались, ну, я не знаю, как это сказать, фиаско, что ли. История говорит о том, что Иеремию в Египте убили. Господи, почему? Почему вот это происходит, когда наше наследие перешло к чужим, да мы наши занимают иноплеменники, старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Почему, Господи? Казалось бы, я все делал правильно, я говорил, я вразумлял, я наставлял. Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Вы знаете, возникают эти вопросы и сегодня. Я думаю, что вот те, кто сидят здесь в зале, братья и сестры, вы и я, и у меня тоже иногда возникают вопросы. Господи, почему? Я стараюсь жить свято, я стараюсь не грешить, но почему-то у меня не все получается, почему-то не все меня любят, почему-то происходят какие-то проблемы, почему-то дети мои не все служат тебе. И вот эти вопросы, почему, почему и почему, и они возникают и постоянно, знаете, могут гладать до изнеможения. Перестанешь спать, будешь ворочаться на ложе своем и не знать, задавая эти вопросы, почему, почему и почему. Но быть благодарным во всякое время, это значит быть благодарным Богу и доверяться Ему во всех моментах жизни и в моментах жизни почему. И я думаю, что доверяя себя Богу, доверяя свои обстоятельства, и даже тогда, когда ты говоришь Господу, почему, ты все-таки всегда должен помнить или должна помнить о том, что говорит Бог о каждом из нас. Он говорит, ибо только я знаю намерения, какие я имею в вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Это Бог сказал через того же пророка Иеремию, израильскому народу. Сегодня Он говорит тебе, когда у тебя возникают эти вопросы, почему, почему и почему. И последнее я хотел бы, вернее, предпоследнее, хотел бы прочитать вам. Это Матфея, 26 глава, 36-44 стих. Потом приходит с ними Иисус на место, называя Гевсимания, и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду, помолюсь там. И взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбить и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь, побозрастите со мною. И отойдя немного пал на лицо свое, молился и говорил, отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, так ли не могли вы один час пободрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. И еще отойдя в другой раз, молился, говоря, отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя. И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелело. И оставив их, отошел опять, и помолился в третий раз, сказав то же слово. Вы знаете, это самый кульминационный момент в жизни Господа нашего Иисуса Христа. Это самый кульминационный момент в истории человечества. И по-человечески трудно понять вот все то, что там происходило. Потому что, когда мы читаем, что Христос остался здесь один, это весь ад восстал на Него. И это вообще-то, наверное, по-человечески был его последний день, один из последних часов жизни его. И куда он обращает свой взор? Он обращает взор к тому, кто любит его, тому, кто послал его, того, кого он понимал, и кто его понимал. Дорогие мои, очень важно, чтобы мы никогда не забывали о том, от кого мы зависим, кто является подателем жизни, кто является тот, который знает нашу жизнь досконально. Подобно тому, как Давид говорил, что Господи, Твоя жизнь, она Тебе была известна до того момента, даже когда только я еще и на свет не появился. Вы понимаете, быть благодарным Богу в такие моменты очень тяжело, но, когда мы доверяем, когда мы говорим Богу, да, Господи, да будет Тебе слава, да будет Имя Твое благословенно. Подобно тому, как Христос доверился Своему Сыну в самый тяжелый момент жизни, когда весь ад восстал на Него, и вы знаете, в Еврее мы читаем такое место, где апостол Павел говорит, «Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущего спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако, страданиями навык к послушанию». Вот это послушание Своему Небесному Отцу принесло эту великолепную победу, победу, о которой мы сегодня слышали, когда Христос смотрел туда, вдаль веков, вот с этой две тысячи лет тому назад, в наше время, Он видел нас с нами, вас с нами. Дорогие, благодарность Богу, она всегда приносит плод. И апостол Павел говорит, «За все благодарите, ибо такова у вас есть Божия во Христе Иисусе». Он говорит, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Мы здесь находящиеся, те, кто возлюбили явление Его. Мы пришли сюда для того, чтобы поклониться Богу и сказать, «Господи, спасибо Тебе!» Мы благодарим Тебя, и мы хотим Тебя быть благодарными, и время благоприятное, и тогда, когда нам тяжело. Мы хотим быть благодарными Тебе тогда, когда у нас есть вопросы. Мы хотим быть благодарными Тебе тогда, тогда, когда, может быть, настанет мой последний момент жизни. Я выбираю быть благодарным Тебе, мой Господь. И пусть Бог благословит нас быть благодарным не только в день благодарения, но каждый день нашей жизни. Аминь. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя сердечно, что Ты Бог спасения нашего. Мы благодарим Тебя сердечно, что Ты дал нам это великое право называться и быть детьми Твоими. Господи, нам так хочется быть благодарными Тебе во время благоприятное. Благослови, Господи, нас быть благодарными Тебе и тогда, когда у нас много вопросов и нет ответа. Господи, прошу Тебя, благослови нас быть благодарными Тебе тогда, когда нам очень тяжело, когда нет ответа, когда трудности в жизни, когда переживания в жизни. Помоги нам быть благодарными. Я прошу за себя и за моих дорогих братьев и сестер. Я прошу Тебя, благослови нашу церковь, чтобы наша церковь была благодарна Тебе за все те милости, которые Ты являешь к нам, как к телу Твоему, как к семье. И я благодарю Тебя за братьев и сестер, с которыми вместе живу, с которыми вместе молюсь Тебе, Господи, и поклоняюсь, и прошу Тебя, благослови нас и дальше. Благослови, Господи, чтобы наши дети, они возрастали в вере и в познании Тебя, Бога Живого и Истинного. Чтобы они не стыдились жить свято, чтобы они могли быть святым и примером для своих сверстников, когда они пойдут в школы, в колледжи, в университеты. Благослови нас, когда мы на наших работах, Господи, чтобы мы были благодарны Тебе за ту великую любовь, которую Ты явил к нам, и эту благодарность выражали тем, что свидетельствовали Тебе, потому что Ты Бог спасения нашего. Благослови же нас, а от нас прими честь, славу, хвалу и поклонение, Отец Сын и Дух Святой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok